Георгий Николаевский замечательный немецкий математик придумал, как многие факты о числах можно изображать при помощи геометрических картинок. Это было настолько симпатично, настолько замечательно, что даже тогда стали говорить о геометрии чисел. В том смысле, что многие теоремы удается нарисовать, и они, естественно, в геометическом виде становятся гораздо симпатичнее, чем из этого. Я буду заниматься в общем виде, конечно, и идеей Николаевского придется рассказывать для многомерного пространства. Но пока, и на самом деле для начала это, безусловно, так и надо, давайте посмотрим на плоскости, потому что здесь у меня две переменные, и мы увидим, как замечательная идея Минковского доказывает теорему Фимаилера. Оказывается, даже двумя способами, при помощи этой самой геометрии чисел, удается разобраться с теоремой Фимаилера. Я начну с решеток. Все равно понадобятся решетки, пусть они у нас возникнут таким вот образом, например, доказательная стерео-фимаилера. Определение. Если на плоскости есть два непараллельных вектора, то мы можем нарисовать параллелограмму и этим параллелограммом покрыть всю плоскость. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, что это не нуждает никаких объяснений. Просто вот так вот, да. Формально следующее. Если у нас вот этот вот вектор, не вектор У, а вот этот вот вектор В, то решеткой, порожденной векторами У и В, называем множество следующего вида. Сколько-то У и сколько-то В, где альфа и бета – произвольные целые числи. Вот точно. Узлы решетки. Ну и, естественно, вся плоскость разбита на параллелограммы. Так, вся плоскость таким образом забывается на параллелограммы. Так вот, я сейчас вам задам такой вопрос. Представьте себе, что площадь основного параллелограмма, ну, понятно, можно из этого параллелограмма сделать вот такое, можно побольше, но рассматривая вот этот один параллелограмм, да, вся плоскость, покрытая параллелограммами, рассматривая один из них, вот такой. Пусть его площадь векторами S. Вы понимаете, что все вершины решетки равноправны, потому что можно сдвинуть параллельным переносом любую вершину в любое. Поэтому имеет смысл рассмотреть расстояние от вершины решетки до остальных. И из них выбрать самое маленькое число. Ну, понятно, что если берешь маленькое расстояние, тут вообще никаких узлов нет. Потихонечку увеличиваешь, увеличиваешь, увеличиваешь. И, в конце концов, гонем до какого-нибудь узла, так? Отлично. Формально рассматриваем минимальную длину, где альфа квадрат плюс бета квадрат больше нуля. Ну, то есть, хотя бы одно из этих чисел у меня не равняется. Давайте вот эту самую минимальную длину обозначим какую-нибудь Ро. Понятно, что если площадь С маленькая, то Ро не может быть слишком большой. Вопрос. Как взять реформулу? Данная величина С. Можем ли мы получить какое-нибудь неравенство на Ро и С? Очень легко. Пусть мы знаем какой-то самый-самый коронный. Я сначала налисую решетку, что называется, в привычном виде, а потом возьмем какой-нибудь такой странный предлограмм. Поехали. Решетку, привычную нарисовать. Вот. Имеется в виду, что это параллельные прямые на одном и том же состоянии приведенные. И вот это тоже параллельные прямые, тоже на одном и том же состоянии. Примерно так. Теперь, почему... Мне же кривовато. Извините, я вряд ли не смогу, поскольку не так. Вот. Почему я говорю, что кораллограмма может выглядеть довольно хитро? Потому что смотрите, когда вы берете какой-нибудь узел, представьте себе, что параллелограмма может выглядеть так. Вот там есть узел. Представили? Или нет? Вот это не узел решетки как раз, а вот это узел решетки. То есть здесь это два, а здесь три. Можно такое представить? Можно. Хорошо. И теперь... Ну, я немножко боюсь... Ну, скажу, хорошо. Таким параллелограммом может быть? Вот здесь вектор. Здесь вот такой длинный вектор. И там вектор. Может быть? Может. Может. А может быть, еще хуже. Объясняю, почему. Потому что когда у нас есть вот такой параллелограмм, то можно взять и его перекосить. Следующий вопрос. Взять вот этот треугольник, отрезать и сюда приставить. То есть я даже боюсь рисовать. Идея понятна. И он перекосился. А можно еще раз перекосить. А можно еще раз. И в результате получится, что параллелограмм вовсе не обязательно такой миленький. Запросто может оказаться, что параллелограмм он такой очень-очень вытянутый и очень длинный. Между прочим, вот этим в науке это называется группа S или G или, неважно, А, Z. Потом мы будем очень подробно заниматься. Каким образом можно в одной и той же решетке задать разные базисы? Это будет один из важнейших вопросов. Но здесь он возникает, что в детском варианте... Ну, в детстве-детстве, а понятие-то нужно. Господа, и вот теперь, смотрите, рассуждение очень простое. Какой бы ни был этот параллелограмм, все равно ближайший узел найдется. Так? Отлично. Вот давайте я его возьму. То есть основной параллелограмм решетки может как-то хитро выглядеть. Пожалуйста. Но я могу рассматривать только узлы решетки. Забуду про эти прямые, для того, чтобы не иметь дело с таким выделенным параллелограммом. Возьму один узел, назову ему начало координат, и из всех узлов решетки рассмотрю тот, который самый близкий. Понятно? Отлично. Вот для отделенности пусть это будет вот этот вот узел. Узел А. И очень важное свойство решетки. Если у вас на отрезке ОА нет узлов, то на самом деле на прямой узлы будут располагаться вот так ОА2А. Понимаете, да? И назад минус А, минус 2А. И по-другому не будет. Вот на этой прямой узлы будут располагаться только через одно и то же состояние. Давайте, собственно говоря, попытаемся понять, понять, как это строго доказывать. Господа, Зачем Расторевич, ну, почему не может быть между точками О и А? Потому что мы брали А ближайшую к точке О, не может быть. А почему не может быть, вот мы идем отрезка ОА, а, кстати, а почему это все узлы? Потому что в решетке есть замечательные свойства. Если у вас есть какой-то вектор с концами в узлах решетки, то когда вы этот вектор отложите одной другой точкой, то вы тоже получите узел решетки. Почему? Потому что что значит вектор с концами в узлах решетки? Ну, здесь целое количество векторов у плюс целое количество векторов. Правильно? Ну, замечательно. А другой точкой отклады, то же самое, целое количество и целое количество. То есть у решетки есть свойство полилограммы. Для любого полилограмма, если три вершины лежат в узлах решетки, то и четвертая тоже в узле. Замечательно. Если бы мы шли вот такими отрезками, и где-то здесь оказался бы узел решетки, то мы сделали очень простую вещь. Мы этот узел на такое расстояние сместили и оказал эту точку ближе к точке. Отлично. Значит, мы поняли, что на этой прямой что называется, все хорошо. Следующая идея. Точка А была ближайшая. Это значит, давайте приятно решим, потому что-то совсем простая. Значит, все другие узлы расположены вне внутренности круга. То есть узел О у нас есть, узел А есть, внутри этого круга других не может быть. Потому что если была какая-нибудь точка, то это означало бы, что мы неправильно взяли точку А. Хорошо? Более того, если вы возьмете круг с центром в точке А, то тоже там не будет. Потому что если бы здесь был какой-то узел, то мы бы сдвинули на ректор ОА и получили В. Отлично. И, господа, здесь есть 2А, 3А и так далее. Мы получаем, что здесь вот есть такой равносторонний треугольник. Я напомню, это РОО означает. Равносторонний треугольник с стороны РОО. И, когда вы нарисуете эти круги, то обнаруживается, что внутри вот этой полосы нет ни одного узла решетки. Отлично. Где-то узел решетки есть. Давайте рассмотрим узел, ближайший к этой прямой. Понятная идея? То есть, движемся от вот этой прямой, да, и в какой-то момент все-таки у нас решетка не состоит только из точки одной прямой, это два негрязных эффекта. Значит, в какой-то момент возникает узел. Узел решетки при этом мы знаем, что ниже него нет. Так, ну, можно мне, конечно, еще разгрозить, а, собственно говоря, а вдруг какие-то такие эффекты, что бесконечная последовательность, все ближе, ближе, ближе. Ответ, ничего подобного. Поскольку мы спроецировали вдоль одного вектора, то на самом деле у нас картинка стала одномерной, и поэтому все точки после проекции, ну, например, сутрально прямой будет спроецирован, после проекции точки образуют дискретное множество. Итак, вот есть самая-самая ближайшая к этой прямой точка. Отлично. давайте ее обозначим точка D. И в таком случае возникает такой параллелограмм. Согласны? Это узел решетки, это узел решетки, это узел решетки. Так значит, это тоже узел решетки. а-о-е-д-ф. Почему я D и я написал, не знаю, неважно. Господа, это все узел решетки. Вся плоскость на такие параллелограммы не разлита. Если вдруг в таком типа параллелограмма у нас попал узел, то мы его сможем перенести, перенеся угол в точку O внутрь вот этого параллелограмма. Но внутри этого параллелограмма кроме вот этих точек у нас ничего не было. Потому что точку D вы правильно это самый близкий к прямой. Внутри здесь ничего не было. Значит, на самом деле этот параллелограмм задает ту же самую решетку. Этот параллелограмм задает ту же самую решетку. И значит, его площадь это та самая величина S. Так? Замечательно. Осталось помнить, чему равна площадь параллелограмма? Произведение основания на высоту. основания Ро. Высота не меньше, чем вот этот ответ значит площадь больше или равна. Кстати, заметьте, пожалуйста, вообще-то равноможен. Это замечательный случай, когда у нас точка D это в точности вот это решение. тогда сложенный двух равносторонных треугольников такой килограмм и получается замечательный решеток. Так вот, S больше или равно чем Ро умножить на высоту Как считается высота обтянет фагора? Корень квадратный из Ро в квадрате минус Ро в полам в квадрате. Замечательно. Что же это такое? Это Ро в квадрате умножить на корень из трех полам Если есть решетка с основным параллелограммом площади S давайте я напишу про Ро Ро в квадрате меньше или равно чем 2S разделить на корень из трех Продолжение следует...